То, о чем мы сегодня расскажем, без преувеличения касается всех нас. Героями нашего спецрасследования будут личности, известные на всю страну и люди вам совершенно незнакомые. Их всех объединила одна пагубная страсть. Одни смогли ее побороть, другие стали ее рабами. Первый стакан алкоголя дал мне мой друг Владимир Высоцкий. Я все потеряла. Все, у меня не осталось ничего. Но видите, что даже уже и сын умер. Я пил огуречный лосьон. Лосьон пил огуречный. И пробовал пить динкурат. Это то, что погубит Россию. Понимаете? Здесь жил человек, умер тоже от вина. Вот там тоже был мой сосед, был грузчиком на автобазе. Синюшку возили. Тоже умер. Вот здесь вот тоже жили, вот тоже так, молодые были. Вот 45 лет. Вот тоже их нету. Некому рыть могилу. Некому рыть могилу. Некому за ним съездить в мор. Раньше на этой улице в селе Кривополяние жило больше ста человек. Половина из них ровесники Николая Кеменова. Но на 65-летний юбилей Николая Степановича из бывших однокашников пришло лишь несколько человек. Мужчин его возраста в селе практически не осталось. Этот, змея, он понимаешь, такое дело делает, что от него не знает, куда деваться. Люди погибают, а травят себя вот этим зельем. И живой очень мало. Вот такие дела. И вроде не война, а народ погибает от водки, как от вражеских пуль. Миллионами. Посмотрите на лица этих людей. Как искорюжила и обезличила их бесконечная пьянка. Прошлое, возможно, некогда успешная и счастливая жизнь стерлась в их памяти, а настоящее превратилось в сущий ад. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вышла на первое место по потреблению крепкого алкоголя на душу населения. Результаты этого печального лидерства очевидны. Если в нашей стране будут и дальше так пить, российский народ в ближайшие 50 лет сократится более чем на треть. А лет через 100 русского человека можно будет увидеть, пожалуй, только в кунсткамере какого-нибудь европейского музея. В заспиртованном виде. Николай Степанович из села Кривополянье о пьянстве знает все. Собирается даже книжку написать, от чего народ себя пропивает и как с этим бороться. Сам пил 20 лет. Не только водку, но и огуречный лосьон, самогон и денатурат. Словом, по собственному признанию, все, что горело. Ручки мы работали на автобазе, возили гентурат и пили из горла. Мне дают, когда я пил, и наливаешь в кружку, берешь вату, и оттуда зелё вынимаешь ватой, так пьёшь эту самую штуку. Взряло моментально. Кеменов, как и его соседи, пил много и запойно. Как в таком пьяном угаре он стал многодетным отцом – загадка природы. Один за другим у него родилось пятеро детей, но это ничего не изменило в его жизни. Николай работал в совхозе, подрабатывал. Кому лошадь подкуёт, кому барану починит. Водка всегда была ходовой валютой. Так и носил её, как хлеб, каждый день домой. Жену по пьянке, как правило, бил, а она дважды отправляла его в ЛТП – лечебно-трудовой профилакторией. Мы себя не контролируем перед семьёй. У меня семья вот, перед детей. Я ходил пьяным, они ими боялись. Они от меня шарахались по углам. А я залью головой, думаю, ладно, всё нормально, туман в голове. Небо контроля, контроль, что значит, море по колено. Скорее всего, пошёл бы Николай Кеменов по-скорому протарённому его бывшими собутыльниками пути на сельское кладбище, если бы не череда чудесных событий, кардинально перевернувших его горемычную жизнь. Событий, которые сделали его знаменитым не только в Липецкой области, но и на всю нашу страну. Но об этом чуть позже. Скажем лишь, что не обошлось тут явно без промысла божьего. Бог должен помогать. А через моё окружение они тоже. Вот он говорит одному, ну что, тебе пить нельзя, например. Не пей, потому что ты уходишь за опой, и ты начинаешь в основном бесноваться. Владимир Другов до того, как стать священником, был ветеринаром. И за его работу с ним, как с Николаем Кеменовым, расплачивались в основном водкой и самогоном. Так и дошёл Владимир до ручки. Жена Анны у него была тихая, смиренная, сносила всё молча, лишь по ночам плакала, плакала и молилась. И надо же было такому случиться, что беда пришла в день престольного праздника. Собутыльник меня избил. Напротив. Крест оторвал всё там. Как не убил, не знаю. И это произошло на неделе всех святых зимнероссийских прессеях. Ну и так получилось, как я дошёл домой, не помню. Потом уже утром наскорую увезли меня, потому что у меня температура поднялась, всё видно. Всё, матушка пришла, крестик принесла. Я говорю, матушке, всё, матушка, идти дальше некуда. Всё. Пошла матушка к священнику. И тот ей сказал, приводи своего мужа. Пришёл к нему Владимир и услышал для себя совершенно неожиданно. Он на меня так посмотрел и говорит, ну, вы, видно, по вам, что вы богаты духовной жизнью. Я думаю, как духовная жизнь? И говорит, кем вы работаете? Я, детрачом. Он говорит, а не хочешь стать врачом душ человеческий. Я опешил. Вот он благословляет стать священником. Будь другов под градусом, подумал бы, пригрезилось. Но нет, он был трезв. И всё это было в реальности. Батюшка стоял перед ним и смотрел на него строго и ясно. Бросил Владимир ветеринарное дело и пошёл в церковь. Сначала алтарником, потом произвели Владимира другого в дьяконы, а уже через год он стал священником, отцом Владимиром. И начал с тех пор служить престолу Божьему. Да не просто служить в храме стал, а цель перед собой поставил. Местных пьянчук от спиртного отвадить. Стал их работой занимать. Когда вокруг него собралось алкашей уже прилично, решили они все вместе рухнувшее колхозное хозяйство поднимать. Для начала отремонтировали старый коровник и завезли в него молодняк. Начали хозяйствовать. Но водка так легко человека не отпускает. Уж если она овладевает человеком, избавиться от неё трудно, будь ты простой, смертный или личность знаменитая, известная на всю страну. У нас в России люди пьют от счастья и от того, что ничего нет. Кумир восьмидесятых Геннадий Корольков снялся более чем в пятидесяти фильмах. Тени исчезают в полдень, трактир на Пятницкой, государственная граница. Вот и спасибо тебе, Павел Иванович Антонов. Рад, что человеком оказался. Он играл людей целеустремлённых, с крепким волевым характером, одним словом, правильных. Но реальная жизнь оказалась куда жёстче, чем лихо закрученный сюжет советского боевика. С распадом государства, которое давало ему звания и премии, не стало и образа положительного героя. Кино не снимали, театры закрывались. Правда, остались поклонники его таланта, которые угощали, а, проще говоря, спаивали. Я всегда приходил к своей супруге и говорил им, извини, милые, ну, что делать? Ну, угощают люди, угощают. И мне хотелось забыться. И только потом я понял, что это плохо. Но это только потом. А тогда у Королькова пьянки продолжались изо дня в день. У меня не было предела. Я выпивал по литру. Представляете, как это много. Но, как говорится, что для немца смерть, то для русского норма. Этим у нас принято даже гордиться. Существует смертельная доза алкоголя. Если я не ошибаюсь, она составляет 7 грамм на... 7 грамм спирта на килограмм человеческого тела. Вот, исходя из веса, можно рассчитать, какое количество спирта или спиртосодержащей жидкости приведет к летальному исходу. Итак, смертельная доза 7 граммов на килограмм веса. Кстати, зарубежные медицинские издания, публикуя эти данные, как правило, в скобках оговариваются, исключая русских. Тем не менее, для человека весом 80 килограмм, для того, чтобы отправиться на тот свет, достаточно выпить около трех бутылок водки. Геннадию Королькову до этого предела оставалось чуть-чуть. Жена пыталась спасти его, но не выдержала и после 30 лет совместной жизни подала на разбуд. Корольков продолжал работать в своем родном театре киноактера, но уже не актером, а гардеробщиком. Я стою, значит, в гардеробе, и подходит какой-то префект московского округа, я уж не знаю, он говорит, а что вы здесь делаете? Понимаете, да? Грубовато я ему ответил. Он мне дал 100 долларов за этот мой грубый ответ. Это было последнее интервью Геннадия Королькова. Несколько недель назад он умер. Ему так и не удалось победить зеленого змея. Когда Корольков был еще в зените славы, Николая Кеменова в селе все уже считали пропащим алкашом. На водку ему уже не хватало, и пил он всякую гадость. Собрался он как-то с соседом в очередной раз напиться. Но когда по первой разливать стали, произошло с Николаем первое чудесное событие. Какой-то незнакомый голос внутри него приказал не пей эту дрянь, Коля. Сели впивать, я не пью, не хочу пить. Он пил, один стал пить, будук он выпил. Он захмелел, напишу, что делай, бросить нельзя человека. Вот я беру его на короб и домой несу. И утром на следующий день он готов. Умер. На похоронах друга Кеменов подумал, а ведь в этом гробу мог и я сегодня лежать. Так его эта горькая мысль поразила, что попросил он жену собрать теплые вещи и вновь, только на этот раз уже по своей доброй воле, отправился в знакомый ему ЛТП, бросив жене напоследок. Сдаваться пошел. Здание профилактории за кирпичным забором с колючей проволокой для сельских алкашей было пострашнее тюрьмы. Но тогда самого себя пьяного Кеменов боялся все-таки больше. В библиотеке профилактория попалась Николаю в руки брошюрка «Бег ради здоровья» и стала она для Кеменова вторым чудесным подарком судьбы. В брошюре было написано, что бег на длительные дистанции помогает преодолеть алкогольную зависимость. Николай Кеменов начал потихонечку бегать. Вначале вдоль забора лечебно-трудового учреждения. Начальство ЛТП насторожилось, все ли в порядке у Кеменова с головой. Они и предположить тогда не могли, что их пациент станет вскоре мировой знаменитостью. Вряд ли в какой другой стране могла произойти история, случившаяся в селе Спасское-Лутовино в Орловской губернии. Село это стало известным в 19 веке. Там жил великий русский писатель Иван Тургенев, построивший вот эту часовню. История строительства весьма любопытна. Как-то раз пришли деревенские бабы к Ивану Сергеевичу жаловаться, что спиваются их мужики и виной всему кабак в центре села. Пошел Тургенев к местному священнику за советом. И тот откопал какой-то старый указ, согласно которому пятейное заведение можно строить только на краю деревни. Тургенев распорядился трактир снести. А чтобы на окраине его вновь не поставили, велел заложить там часовню. Хитрость тут была в том, что по закону около святого места кабаку тоже быть не положено. Удивительно, но пить мужики в Спасском почти перестали. Сегодня такого пьянства, как по всей Орловщине, здесь тоже не наблюдается. Но дело тут уже скорее всего не в самой часовне, а вот в чем. В Спасском Лутовиново теперь вместо Тургенева Николай Ильич Левин жизнь налаживает. Вот уже около 20 лет он директор Тургеневского заповедника. Ему досталось тяжелое наследство. После развала колхозов те, что покрепче и по сноровести в города уехали, а остальные спиваться стали. А что делать? Работы нет никакой. Были бы вот у нас рабочие места и вообще бы была красота, никто бы в рюмку не заглядывал. Ну, много народу поспелось, вымянуло. А молодым, да, устроиться некуда, вот от безделия ходят и вино жрут. Пьет человек, как правило, все же от безделия, от незанятости, от безысходности, может быть. Значит, когда у человека интересная и содержательная работа, он пить не будет. В этом я абсолютно убежден. Всех, кто от водки отказаться смог, а их две трети села, Левинг к своему хозяйству привлек. Отбор был строгим, либо работа, либо водка. И потянулись к нему мужики, а тех, кто упирался, пшены погнали. Мы к себе забрали примерно процентов, ну, не ошибусь, если скажу, процентов 80 трудоспособного населения. То, что вот могли взять, то, что, ну, более-менее трезвое. И механизаторы работают, трактористы у нас, у нас же есть трактора, есть и шоферы, есть и конюхи, есть и рабочие садово-паркового отдела. Я так думаю, что некогда им пить сейчас. Люди постоянно под контролем. Там строго, там не выкид. Там если попался, то все, уходи. Похоже, такая строгость мужикам все же лучше, чем пьянка и безработица. Левину хорошо, ему худо или бедно государство помогает, он может рублем наказать. А вот отцу Владимиру куда как сложнее. Откуда у него деньги? Да и кого наказывать? Весь его коллектив и так голь перекатная, к тому же сильно пьющая, но отступать некуда. Коровам не объяснишь, что у их новых хозяев запой. И тут уж, как говорится, на Бога надейся, но сам не плашай. Соседка говорит, ваши там сотрудники поперепились и попередрались, приезжайте быстрее. Ну, не прислушать, на лошади скакать туда, вызволять. Водой поливаем холодной, если в запой входит уже в штопор такой, что уже ничего не соображает, то на улице выносим и поливаем водой холодной. Иногда хочет снять подрясник снять и накостылять. Когда терпения не хватает. Но костылять батюшке его священный сан не позволяет. Приходится ему за своими сотрудниками, как за малыми детьми ухаживать. А у отца Владимира своих детишек уже шестеро. Все домашнее хозяйство на матушке Анне. Муж встает до рассвета и приходит за полночь. Хорошо, что дети уже по дому помогают. Старший сын Тимофей после школы у отца в коровнике крестьянскому ремеслу обучается. Замечательно, когда все рядом, и ты своим, пусть тяжелым трудом, им пример показать можешь. Сколько у нас этих мудрых пословиц про яблоко и яблоньку, про то, что посеешь, что и пожнешь. Только беда, что вся эта мудрость мимо нас проходит. Допустим, моя мама, когда выпит, она с кем-то ругается, ссорится, а в детском доме я этого не видела. Я даже забыла, как выглядит пьяный человек взрослый, чтобы когда он с кем-то ссорился. Пьет Анина мама уже 8 лет. С тех пор, как выпив какой-то отравы, умер ее муж. Казалось бы, внешне вполне здоровый 30-летний мужчина. Выпивка на поминках перешла в бесконечной законе. Когда мама возвращалась из вытрезвителя, 9-летняя Аня видела ее исключительно в обществе пьяных подруг или случайных собутыльников. В конце концов, мать лишили родительских прав, а Аню отправили в детский дом. Мне лучше в детском доме веселее, потому что там много друзей, больше друзей, больше общения. И там лучше мне. Увы, Аня лукавит. Это только нам, в камеру она говорит столь правильно и рассудительно. В реальности все было совсем по-другому. Оказавшись в детдоме, девочка, отставшая уже привычной веселой жизни, отказываться не собиралась. Спиртное и сигареты, как оказалось, можно раздобыть и здесь. Новые подруги сразу показали все лазейки в детдомовском заборе. Ну, а деньги? С этим вопросом было еще проще. Младших девочек Аня и ее приятельницы обложили данью. После отбоя те были обязаны выбираться в город, а к утру возвращаться уже с деньгами. Будут они продавать себя или воровать? Их дело. Неплательщиков жестоко избивали. Неизвестно, сколько бы продолжался этот кошмар во внешне пристойном педагогическом заведении, если бы одна из девочек не решилась рассказать обо всем родным. Взяли Аню прямо во время пьяной оргии, устроенной после удачного сбора Дании. Ее осудили на три года. За принуждение к проституции несовершеннолетних. В исправительном доме Аню никто не навещает. Ни мать, ни бабушка. Но она не унывает и, судя по всему, ни в чем не раскаивается. Да, я могу покурить, попить, так вот, а потом я думаю, что ближе к 20 годам я это все брошу. Какое понятие о жизни сложилось в голове этой девочки после гибели пьяницы отца, после опыта общения с матерью алкоголичкой? Судьба всех этих женщин во многом была определена еще в юности. Они ведь тоже предполагали, что все у них в жизни будет хорошо, все будет нормально. Если мужчина способен пить десятилетиями и спустя 20-25 лет после систематического употребления спиртного появляются намеки на болезнь, то у женщин болезнь формируется в 3-5 лет. То есть 5 лет или 3 года и женщина уже больна алкоголизмом. И выбраться из этого удается единицам. Судьбы тех, у кого это не получилось, складываются трагически. Все стали очень пить запоем просто. Я не знаю в чем дело. Жизнь тяжелая. Вот значит из-за этого пьют. Для Натальи Кустинской развод с мужем, известным космонавтом Борисом Егоровым, был ударом. Но это ей как-то удалось пережить. Следующий же удар был куда страшнее. Погиб ее тогда поздним вечером в ее квартире зазвонил телефон. Голос в трубке сказал, это из милиции. Мне очень жаль, но ваш сын скончался от сердечной недостаточности. Актриса до сих пор не может пережить эту потерю. А алкоголь давал лишь временную передышку. Я на его портрет смотреть не могу. Я сразу плакать начинаю. Я не пережила. Это было очень страшно. Хорошо со мной была Ольга, невеста его. Митина, она очень заботливая такая девушка. Был такой период, когда я могла и выпить, чтобы забыться. Понимаете? Наташа, ты представляешь, наше место заняли? Как это заняли? Ну вот так заняли и все. Кто? Да понятия не имею, вон какие-то ребята. Свою первую звездную роль Наталья Кустинская сыграла в кинокомедии «Три плюс два». Тогда ее называли одной из самых красивых актрис советского кинематографа. Да что там? Один из французских журналов внес ее в список десяти красивейших женщин мира. Она меняла мужей и поклонников так же легко, как свои роскошные туалеты. Ее мимолетный взгляд был редкой наградой, а угостить такую женщину шампанским тогда мечта любого мужчины. Фильм «Три плюс два» снимали в Крыму в новом свете. Ведро шампанского тогда стоило всего 4 рубля. Как можно пропустить такой праздник в жизни? Вечером после съемки я смотрю Андрюшка Миронов бежит с ведром шампанского или с двумя даже и бежит ну все и Жариков и Нилов а Миронов там у него был роман с Наташей поэтому он уже нес и себе туда шампанское и на площадку нам разрешалось брать там ну чтобы конечно не пьяные мы были но выпить нам разрешалось. О том что в актерской среде всегда пили изрядно разговоров ходит много действительно сколько замечательных артистов ушли из жизни слишком рано Владимир Высоцкий Олег Даль Даль очень много он сразу покупал на всех водку только водку всегда и закуску там проходит дня два он говорит Наташка у тебя есть деньги тогда у Натальи Кустинской были и деньги и слава но теперь все это в далеком прошлом в кино она уже давно не снимается справиться с пагубным пристрастием ей так и не удалось до сих пор когда есть деньги еще хорошо а если их нет тогда приходится пить по меткому выражению одного из наших героев все что горит только вот беда от этого и жизнь человека сгорает стремительно иногда в одночасье как у соседа Николая Кемина его судьбу Николай повторять не хотел вернувшись из ЛТП он стал бегать по родному селу чем немало удивил всех земляков кривополянцев силу боль взял себе стал заниматься здесь на пасху грязь асфальта нет убегают женщина ты кто убежит ваш лодорь янчужка живот отпустил он что хочет уделать понимать ну село куда дебаться а за полем за речкой земля по колено грязь никак я выбежал на асфальт много было трудностей я много испытал вот жена жену запилили в автобусе даже вместе надавали она кричала бедная все ли кто бегает копай коси пьей вот пьет пьяный что же говорить вот это работяга он раму сейчас дал он работяга а ты что тут бегаешь понимаешь без дела занимайся в селе над Николаем стали посмеиваться смотри совсем у мужика крыша поехала жена не знала что делать как-то после очередного забега она не выдержала и предложила Коля может ты лучше рюмочку выпьешь Николай наотрез отказался прочно засела в его памяти смерть друга хлебнувшего отравы а ведь отраву-то эту пьют у нас по-прежнему прошедшей осенью по всей России прокатилась волна массовых алкогольных отравлений сотни человек были экстренно доставлены в больницы но спасти удалось далеко не всех по словам пострадавших накануне отравления они пили спирт заправленный лимоном приобретенный с рук или в ближайших ларьках после проверки оказалось что это было средство для дезинфекции помещений насчет вот этой торговли вот этот чертик появился показывать сколько народу полный стеклочистители вот эти еще что-то ему он утром встает ему разницы нет в чем полечиться одеколон одеколон стеклочиститель стеклочиститель кто пьет сильно пьет пьет вот эту вот гадость это вот пьют в основном это продают уже не самогонку в последнее время а спирт этот вот разбавленный это вот гидролизный как он считается не знаю технически вот они это все продают и убирают продают и умирают вдумайтесь в эту страшную фразу ведь это по сути узаконенное убийство каждый день оперативная группа Зареченского РОВД города Туллы выезжает на специальную операцию по пресечению незаконной торговли поддельной водкой и суррогатами разрешите понюх открою смотрю что за настойка не настойка это то же самое то что мы у вас купили нет чтобы поймать продавца с поличным милиционерам необходимо завербовать постоянного клиента подпольной лавки за успешную операцию агент получает 20 рублей и идет на другую такую же точку нет не для того чтобы тоже сдать ее милиции для того чтобы там купить очередную бутылку с отравой вряд ли можно решить проблему такими кавалерийскими наскоками сегодня за торговлю ядовитым пойлом предпринимателю в худшем случае грозит смехотворный штраф в полторы тысячи рублей для сравнения в соседней Белоруссии за торговлю подобными напитками горе-бизнесменам грозит минимум 8 лет тюремного заключения и за те три года после того как было ужесточено наказание количество алкогольных отравлений там сократилось вдвое нужно чтобы наказание было столь жестокое что нет смысла ради этой выгоды идти на это наказание вот очень простой принцип простой принцип вот такого рода надо переломить ситуацию а сколько раз уже в российской истории наши правители пытались переломить ситуацию еще в 17 веке при Иване Грозном был издан указ запрещавший продавать водку в кабаках больше чем почаркина человека кончилось это обнищанием казны и бунтом и так потом повторялось не раз запрещали спиртное скуднела казна пополнялась казна начинал спиваться народ по случаю войны Николай II в 1914 году ввел сухой закон потребление горячительных напитков упало более чем в пять раз так мало в России еще не пили так что Октябрьская революция была совершена чуть ли не в самой непьющей стране мира но большевикам тоже надо было пополнять казну как еще бороться с голодом и разводом а когда большевики отменили сухой закон по финансовому соображению была такая в белогвардейской литературе эмигрантской карикатура где сидят вместе Владимир Ильич и Николай II рядом с бутылочкой водки а как вы знаете большевики отменив сухой закон снизили норму содержания спирта водки с 41 до 40 процентов и Николай II говорит Владимир Ильичу ну стоило ли Володенька из-за одного-то градуса такую бучу учинять в советские времена государство почти треть своего бюджета формировало за счет доходов от продажи алкоголя к середине 80-х годов прошлого века страна подошла к рекордным показателям когда Андропову доложили что уровень потребления крепких напитков в СССР дошел чуть ли не до смертельного и что по части зеленого змея мы далеко впереди планеты всей Юрий Владимирович начал действовать решительно однако не успел волю покойного выполнил уже Горбачев подписав указ о борьбе с пьянством и алкоголизм как все это начиналось и как протекало мы с вами прекрасно знаем если помните в Столешнику был магазин водка у меня есть где-то не помню сейчас редчайшая фотография когда очередь за водкой начиналась из Столешнику выходила на Пушкинскую проходила мимо генеральной прокуратуры прокуратуры Союза и уходила примерно туда к театру Станиславского причем это была не очередь человека в человек а это была очередь где-то шириной 5-6 человек к чему это все привело мы знаем тоже попытка еще раз осуществить программу государственной административной борьбы с алкоголизмом предпринятой в 85-м году была одним из факторов который конечно способствовал краху Советского Союза едва ли не первой акцией правительства Егора Гайдара стала отмена государственной монополии на производство крепких алкогольных напитков ну это я считаю это черный день в истории России если возьмете статистику смертности вы увидите это хуже чем объявить войну вы погубили народ больше чем в любой войне спиртное хлынуло как из рога изобилие от разнообразия торговых марок и названий рябило в глазах вот она где настоящая свобода выбора надо сказать в этот раз казна существенно не пополнилась а вот здоровье народа населения стало заметно ухудшаться под яркими этикетками скрывалось не пойми что именно тогда вошел в обиход до боли знакомый термин паленая водка сегодня ситуация к лучшему не изменилась зайдите в магазины водка какая угодно разброс цен сумасшедший от 80 рублей до 500 за одну и ту же емкость названия разные этикетки разные но производить такое количество качественной водки в принципе невозможно хорошо висели тяжело поймели так-то да на второй день поднимись все кости болят башка не работает понятное дело самопальная водка не витамины но местным властям это по-видимому выгодно в который раз все та же казна в угоду зеленому змею требует новых жертвоприношений у меня где-то сохранилась еще бумага значит когда я получил из одного из местных органов документ вот в целях поддержки значит бюджета районного вы должны продать 250 по-моему декалитров водки какого-то завода в магазине музея Спаса Калутовинова директор Тургеневского заповедника этого делать не стал мало того пошел дальше учтя опыт своего великого предшественника он нет часовню возводить не стал но спиртное в своем магазине запретил продавать вообще по селу пошла гулять частушка он по классике завету попер водку из буфета я однажды на одной из сессий районного совета сказал ну ладно сейчас вот пока мы за спирт хлопочем но завтра не будет зерна вот то что мы сегодня наблюдаем уже в районе Спасского не будет картофеля спирта не будет штоку на плю сеять начнем будем надеяться что до этого не дойдет у нас и с водкой как нигде в мире бед предостаточно у Николая Кеменова мы об этом уже говорили было пятеро детей да вот несчастье пока он пил росли они без присмотра пришлось пожинать горькие плоды сам он от алкоголя убежать смог а вот старший его сын три года назад утонул после очередной попойки и эта горечь теперь с Николаев на всю жизнь останется но бывают истории куда как страшнее одна из них произошла в Москве в доме на улице профсоюзной когда-то здесь жила семья Рассказовых после рождения мальчика отец стал выпивать приходил среди ночи с компанией собутыльников устраивал жене скандалы даже расправой угрожал если будет мешать ему жить так как он хочет долго такой кошмар выдержать было невозможно Лариса Рассказова подала на развод и уехала с сыном в Подмосковье но прописан мальчик был по-прежнему у отца Олег подрос отслужил в армии устроился работать в пиццерию хотелось быстрее встать на ноги помочь матери которая так и ютилась в подмосковной комнатушке работать приходилось чуть ли не круглые сутки и сын попросил отца разрешить ему иногда ночевать в московской квартире ехать после ночных смен к матери было тяжеловато сначала 63-летний пенсионер вроде даже обрадовался возвращению Олега но вскоре время как будто повернуло на 30 лет назад начались пьяные скандалы теперь уже между сыном и отцом что же между ними все-таки произошло как позже сообщит следствие Михаил Рассказов сначала они хорошенько выпили отметили наступающий Новый год Олег повалился спать а его отец взял электрический провод зачистил концы и подключил шнур к розетке он убил страшно как убил если рассказать это страшное дело он осознанно спланировал спланированно убил он привязал его сонного кровати руки и ноги оголел медные провода и 5 минут держал потоком у него все руки до кости сожжены у сына он казнил его током и даже хуже чем казнят убийцы свой сын страшная смерть Олег умер даже не проснувшись родной отец вытащил труп сына во двор и вернулся к новогоднему столу тело убитого сначала отправили в морг как не опознанно но позже эксперты установили причину гибели мужчины отца убийцу задержали он во всем сознался причем сохранял олимпийское спокойствие тюремное заключение ему заменили лечением в психбольнице экспертиза признала его невменяем сегодня даже такие дикие истории уже никого не шокируют к ним привыкли их множество как и любимых народом баек про алкашей готовых хоть душу продать за возможность опохмелиться кстати кроме насущной необходимости утреннего опохмела врачи отмечают у алкоголиков провалы в памяти и полную потерю чувства меры это когда человек выпив одну-две рюмки уже не может остановиться да это болезнь болезнь самая настоящая там стакан вот маленький пол рюмки примешь и уже покатился да это смотря у кого опять же какая натура можно кажется один выпил там сто двести грамм он покушал и его не видно а другой выпил пятьдесят грамм и он попер черт никуда в какую-то дурь в нашей стране даже медики признали алкоголизм болезнью всего лишь несколько лет назад когда как во всем мире это сделали чуть ли не в начале двадцатого века добрый день меня зовут Олег я алкоголик с вашего разрешения и доверия я сегодня буду вести собрание групп анонимных алкоголиков начнем эту встречу как всегда с минуты молчания вспомним тех кто умер от этой страшной болезни признать а уж тем более прилюдно объявить себя алкоголиком непросто но именно так начинается встреча людей раз и навсегда решивших избавиться от пагубного пристрастия движение анонимных алкоголиков сегодня охватывает весь земной шар по всему миру собираются люди помогающие друг другу избавиться от алкоголизма приходят сюда рабочие домохозяйки ученые и артисты причем иногда люди известные с высокими научными званиями даже лауреаты всевозможных премий общество анонимных алкоголиков совершенно независимо ни от государства ни от политических каких-то партий направлений организации прочее прочее ни от духовных конфессиональных организаций ни от финансовых структур они абсолютно самостоятельны и в этом их великая сила они никому ни от кого не зависят и как следствие они никому не подчиняются и никому ничего не должны кроме самих себя по статистике всемирной организации здравоохранения именно эти общества наиболее эффективно помогают справиться с алкоголизмом первое и единственное условие для того чтобы вступить в сообщество иметь осмысленное желание бросить пить я хочу бросить пить и приложу все силы для этого наверное с этого и начинается исцеление исцелиться исцелиться стать целым от слова целый 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 Господь целует все благие и набережные человека если он в душе хочет себя изменить хочет жить по-другому и хочет пойти перевернуть все направить на правильные рельсы то конечно же ему Бог в помощи Господь ему будет помогать сегодня над Николаем Кеменовым в селе уже никто не смеется он личность известная на всю страну из 5000 бегунов участвовавших в московском марафоне мира он к финишу пришел 50-х а ведь это после почти беспробудного полувекового пьянства Кеменов бежал вдоль кремлевских стен и даже по самой Красной площади вместе с немцами французами англичанами знали бы они что соперничают с некогда опустившимся деревенским алкашом все масла гляди я бегу все трассы забыто народом мы там это руками это пожелание все даем адреса пишем у меня в ящике по 20 письм вынимал я руками опухал я ночами спал писал ответы Мурманск Владикавказ Волгоград все мне писали вот все трансы у самого финиша какой-то американец сбросил кроссовки и побежал босиком Николай их подобрал и до сих пор бережет на выход фирменный настоящий говорит добежали на площади теперь что же американец рядом бежал на 5 пробежал так и их бросает с ног что такое бросай новые хорошие по моей ноги вот ну теперь что делать я их одну потом вот дальше бегать другую и подмышку понимаешь вот и он бежит голый босиком я их подмышку и сбежал до финиша позже были Владивосток Омск Барнаул и дистанции не менее 100 километров но и это еще не все пик славы у Кеменова был впереди Вот вам еще один пример того как человек преодолел себя сам Николаю Бурляеву первый бокал шампанского на съемочной площадке налил лично Владимир Высоцкий юному актеру тогда было всего 13 лет Бурляев снимался в картинах известнейших режиссеров помните его фильмы Андрей Рублев Мама вышла замуж военно-полевой роман и всегда и везде банкеты 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 Есть такая шутка как покойный артист Борис Ливанов который тоже это дело любил огромного роста человек два метра роста и где-то кто-то какой-то помреж ему значит заметил пить надо меньше он ответил меньше кого мы часто этим бравировали меньше кого Бравировали но сознание беды и потери приходилось слишком поздно когда изменить уже ничего было нельзя на поминках И так или иначе я видел как уходят из жизни друзья мои очень рано уходят из-за этого как повесился Геннадий Шпаликов мой друг из-за этого в 36 лет я отрезал категорически алкоголь из жизни моей понимая что если это будет продолжаться то ничего не будет и мне паковать чемоданы в 37 в 40 как и друзья мои а кто будет за нас работать тогда я об этом подумал и я бросил жизнь кинематографиста непростая взлеты и удачи сменяются падениями пережить которые бывает далеко непросто когда на экраны вышел фильм Бурляева-Лермонтов на него обрушились критики его обвинили как ни странно в гипертрофированном патриотизме в те времена а это был конец 80-х годов само понятие патриотизм звучало как ругательство дело дошло до того что собратья режиссеры чуть ли не подписные листы стали собирать с требованием запретить фильм Лермонтов все же вышел на экраны но роли Бурляева предлагать перестали возможности для новых постановок тоже не было это была та самая черная полоса для людей творческих особенно опасная как тут не сорваться как не запить но силы нашлись случись иначе сегодня не было бы ничего ни главного дела последних лет международного фестиваля золотой витязь ни новых кинолент ни младших детей Дарьи и Ильи которых он каждый день сам забирает из школы отец Владимир личность конечно не столь именитая но и о нем потихоньку по Орловским селам молва пошла кто бы мог подумать что с такой пропащей публикой ему удается хозяйство наладить а секрет у молодого батюшки простой они видят видят меня село это чуть другое чем город они видят меня в течение всего дня например с утра и до вечера как что что я говорю что я делаю как мы все общаемся так что здесь увильнуть свильнуть очень и очень трудно вести двойную жизнь батюшка со своими подопечными сено косит за коровами ходит словом всю деревенскую работу исполняет нельзя сказать что все его сотрудники пить бросили иногда срываются тогда отец Владимир их и из милиции позволяет и помогает выкупить обратно пропитое имущество а как батюшка с бензопилой управляется любо-дорого смотреть на своем рубеже человек должен стоять и выполнять хорошо свою работу будь ты скотник будь ты руководитель будь ты священник мы конечно им должны так показать что ну что ж упадем ну что делать упадем отряхнемся утрем там нос пойдем дальше но надо знать что мы их не предадим вот что когда Тургенев был уже тяжело болен и лежал в парижском госпитале одно из последних писем он написал именно своим крестьянам Тургенев со смертного адра писал как говорит радостно мне узнать что с Паском крестьяне стали меньше пить пьянство для крестьяна первое разорение директору Тургеневского заповедника есть чем гордиться не подвел Левин Иван Сергеевич Спаская Лутовинова по трезвости первое село на Орловщине первым всегда быть приятно особенно когда заслужено Николай Кеменов своим первенством тоже дорожит после триумфальных забегов по дорогам России он добежал аж до самой Америки на Олимпиаде 96-го года в Атланте из 50 тысяч участников к финишу он пришел в 70-м когда об этом написали в газете пошли письма не верим что же алкаш выступает где-то на международной арене такого быть не может нет у нас таких людей что алкаш и друг спортсмен как он был алкаш он так углевает она тягая идиот она неповарима но я это испытал все на награды любоваться конечно приятно но Кеменов про свою жизнь задумал книжку написать чтобы узнали люди его историю мало ли вдруг кто захочет себя из пьяного болота выдернуть может его пример не один десяток жизней спасет а если потомкам останется пусть они приходят или отец кто был человек на земле следствие оставил мы все хотим быть первыми всем нам надо иметь деньги там и кубки и золото но это не каждому а участие надо обязательно почему потому что ты не играл ты здоровье выиграл да что там здоровье жизнь многие наши герои пришли к простому как ни крути все от человека зависит я думаю что многие уверен известно мне что многие лечились вшивались а где же воля-то твоя человек иметь силу воли вот она стоит что можно каждый день пьянствовать отвертый характер сделал все не хочу еще и буду стоять и не будешь пьянствовать четвертый ребенок у меня вот родился пять с половиной месяца после того как пить бросил мотоцикл купил сейчас вот машину купил ну а раньше ходил по деревне пьянствовал вот что еще можно рассказать ну намного не пить намного лучше мало ли разбросано по всей России таких сел и городков как Кривополяние с неправильными кривыми названиями и с такими же переломанными пьянством судьбами их жителей смогут ли они найти в себе силы как простой русский мужик Николай Кеменов чтобы выбраться из пропасти мечта заветная что все здесь останутся а я бы ходил бы не в гости бы старенький ворчал бы а что такое истинный праздник что такое истинная радость когда она сердце чисто а человеку ты просто рад я вас встречаю и мне знаете от вас ничего не надо вы просто я вам рад ну все и вы меня рады когда так мы встретимся ну зачем нам какая-то водка мы наливаем чай и пьем и все и общаемся и получаем удовлетворение и пошли трезвые наши герои пройдя через ломку боль и страдания через потерю близких людей доказали что исцеление возможно да для этого нужен характер для этого нужна воля но еще нужно просто помогать друг другу присмотритесь может ваш сосед уже делает на этом пути исцеления свои первые шаги и ему очень нужна ваша помощь и сочувствие «Сим�минька Lukeダ tantатка» управнись как Ромашка говорит «Сим�минька Lukeダ tantатка» «Сим�минова benut hue